Очень важный вопрос. Правильная организация освещения в парильном помещении. Для того, чтобы не бояться различных электрических вещей, нужно просто покупать качественные и правильно предназначенные для этого вещи. Сейчас я проговорюсь, а потом мы то же самое еще раз снимем. Для того, чтобы безбоязненно проводить электричество в парную, нужно использовать, во-первых, специальные провода термостойки, как у нас на этом светильничке, и, естественно, покупать правильные светильники. Светильник установлен в парной недорогой, простой. У него есть керамический корпус. Снаружи на этот корпус новичного колбы из матового силикатного стекла. Под самой вот этой колбочкой есть еще специальное силиконовое кольцо уплотнение, которое не дает влаге попадать внутрь светильника. Светильники нужно приобретать специального класса влагозащищенности. Ну, конкретно вот этот светильник, который стоит у нас в интернет-магазине fornax.ru, там не дороже 600 рублей, имеет класс влагозащиты IP54. Его вполне достаточно для того, чтобы устанавливать, не боясь, в парных помещениях. Светильник можно устанавливать как под потолком на стене, так и непосредственно под полком. Единственное, что там есть некоторые ограничения в использовании максимальной мощности лампочки. Под полком, если не ошибаюсь, это 40 Вт, а на стене, на потолке можно установить до 60 Вт. Максимальная температура, при которой разрешается использование этого светильника, около 125 градусов. Ну, в принципе, для такой бани это вполне достаточно. Здесь баня рассчитана на микроклимат русской парной, то есть под потолком, я думаю, здесь не больше 80 максимальных градусов будет температура. Так что все, в принципе, в пределах нормы. Такой светильник, как я уже говорил, можно установить под полок, но можно оставить и на стене. Если кого-то не смущает такой вот простой очень внешний вид светильника, просто его оставить. А можно дополнительно приобрести декоративный плафон, или этот светильник закрыть самим вот этим вот плафоном. Можно использовать пластинки из гималайской соли. С помощью их можно организовать такой самодельный, сделать плафон. Тоже очень интересно будет смотреться. Вариантов очень много. Заходите на наш сайт fornax.ru, выбирайте светильник, который вам приглянулся, приобретайте его, монтируйте без опаски, пользуйтесь, да будет свет.